Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан В минувший понедельник началось чрезвычайно поздно и закончилось уже к вечеру Объяснило это Хабиров тем, что он был вынужден участвовать в похоронах погибших на специальной военной операции Вообще этих печальных событий становится так много, что появляются опасения о том, что чиновников башкирских не хватит присутствовать на всех этих похоронах Но тем не менее, герой России Алмаза Сафина Хабиров хоронил лично Вступительное слово к оперативному совещанию Ради Фаритович начал с комментариев своей поездки в Минск Как он кратко охарактеризовал произошедшее, звучало это так дословно Делом мы там занимаемся и правильно, что мы выбрали Беларусь и судьба нас, как говорится, бросила в объятия Ради Фаритович с изрядной долей фатализма охарактеризовал взаимоотношения между РБ и РБ Республикой Башкортостан и Республикой Беларусь Собственно, большой доклад о том, что они делали там в Минске, еще был впереди Потому Хабиров был кратко охарактеризуя свою поездку в Минск Далее перешли к вопросам 450-летия Уфы Хабиров, как он выразился, встретился на минувшей неделе с активом города и остался очень доволен Ну, правда, не уточнил он, чем был доволен И заявил, что встречаться с этим активом нужно почаще Но следующую встречу отчего-то назначил на конец 2023 года Эта встреча полезная, на мой взгляд, не знаю, как Уфа оценила По крайней мере, я вот оттуда понял, что нам надо чаще встречаться Договорились в конце года, проведем встречу, как раз подведем итоги экономики Ну, становится окончательно понятным и очевидным Что 450-летие города Уфы не случится таким, каким оно почудилось Хабирову, Мавлиеву и прочим ребятам То есть сытным, богатым, денежным Значит, когда из федерального центра пришлют пару десятков миллиардов рублей Они тут чего-нибудь заасфальтируют и посадят какие-нибудь березки Остальное стырят и сделают нам салют В конечном итоге все закончится концертом и салютом И чиновники сейчас мучительно спихивают друг на друга Не то чтобы ответственность, а обязанность заниматься вот этим вот совершенно безденежным праздником Ну, есть, конечно, там версия, что они мучительно ищут какие-то финансы Но дело в том, что до самого праздника осталось, в общем-то, совсем немного Год с небольшим, совсем небольшим И за это время действительно что-то грандиозное провернуть не получится Тут вам ни цирка не будет, ни какого-нибудь театра, ни очередной магистрали Ну, не будет ничего, на чем можно очень сильно украсть денег Соответственно, интерес сразу же был потерян И вот сейчас они перепихивают друг на друга Встречаются с каким-то активом Актив им этот очень нравится И, в общем, будет такая вот фигня Все будет скромненько, бедненько, но чистенько Судя по всему, основным достижением к 450-летию города Уфы Будут хорошо подметенные улицы Также в своем вступительном слове Хабиров отметил, что Республика Башкортостан Поднялась в национальном туристическом рейтинге Аж на 11-е место в Российской Федерации Хабиров строго потребовал от профильных министерств Вхождения в пятерку по Российской Федерации И каким-то фантастическим образом Ради Фаритович насчитал аж 2 миллиона туристов За прошлый год по Республике Башкортостан У нас даже туристов, вот мне цифры дали По прошлому году 1,7 миллионов В текущем 2 миллиона и больше, наверное, ожидаем Но если бы это было хоть немножко правдой То туриндустрия в Башкирии Приносила бы 20-30% внутреннего продукта То есть, представляете, если туристов было бы Хотя бы по одному на каждого два жителя Республики Во-первых, мы их бы видели глазами, да, этих туристов А во-вторых, это действительно приносило бы деньги Потому что, ну, зная пропорцию туристического бизнеса В валовом продукте страны И зная количество туристов, например, в Египте В Турции, в Греции, в Италии, в Испании Мы понимаем, какие деньги приносит настоящий туризм И по-настоящему посчитанный туризм Ну, конечно, ни о каких 2 миллионах туристов в Башкирии Никакой речи быть не может Но есть подозрение, что туристов в Башкирии Считают по головам вообще прилетевших в Башкирии людей Ну, то есть по любой причине прилетевших В том числе и пересаживающихся в аэропорту Уфы То есть, ну, таким образом, наверное, можно считать туристов Но это ведь совсем не туристы Первым докладом оперативного совещания Был тот самый доклад об итогах поездки в Минск Ну, для начала был как положено, как обычно Показан духоподъемный ролик В котором Путин давным-давно требует достижения товарооборота с Белоруссией Аж в 40 миллиардов долларов в год Рассчитываем, что по итогам текущего года Товарооборот выйдет на рекордный уровень Превысив 40 миллиардов долларов Ну, ролик был старый Изобиловал возложением цветов к памятникам воинов-освободителей И дальше на сцену был выпущен первый вице-премьер правительства Муратов Рустам Хамитович Который рассказал нам, собственно, о том, что конкретно они там делали в Минске И каких результатов достигли Я сейчас буду перечислять Пунктов тут очень много Но и так же, как это делал Муратов Когда он перечислял, я его слушал и записывал И все время меня посещала мысль А это точно была Беларусь? Случайно вы не перепутали там? Ну, самолет, может быть, вынужденно сел в Ганновере В Токио Возможно, он приземлился где-нибудь в Балтиморе Ну, потому что все то, что рассказывал нам Муратов про Беларусь Не просто ошеломляло А совершенно выбивало из колеи И становилось непонятно Ну, собственно, как же мы просмотрели раньше Эту чудесную страну, в которой все вот это есть И в которой все это нам доступно Ну, давайте по порядку Рустам Хамитович рассказал нам о том Что сотрудничество между Республикой Башкортостан И Республикой Беларусь Между РБ и РБ Будет проходить по 100 направлениям Представьте, да? 100 разных направлений Основным направлением взаимодействия в области экономики Между РБ и РБ Будет поставка в Республику Беларусь Внимание, самостопорящейся фланцевой арматуры Крепежа Для завода МАЗа Этот самый крепеж Ну, в простонародье это просто гайка Будет производиться Белебеевским заводом Белзан Который раньше производил несколько более сложные предметы Например, шаровые опоры для Жигулей Вот теперь они скатились до гаек В ходе визита Дозникнула договоренность Об освоении для нужд МАЗа Номенклатуры самостопорящегося фланцевого крепежа На первый квартал 23-го года И участие Белзан в тендере на их поставку Компания Белзан уже освоена Для Белорусского автомобильного концерта Концерна 33 наименования крепежной продукции Кроме того, посетили и провели переговоры На заводе Атлант Ведущем производителе бытовой техники Республики Беларусь Договорились о поставках на текущий году год К тому же партнеры из компании Атланта Заинтересованы в расширении номенклатуры Поставляем крепежа для стиральных машин Ну, просто гаек Которые мы будем торжественно поставлять Заводу МАЗа Ну, также эти гайки будут поставляться Заводу Атлант для стиральных машин Количество и объем поставок Самозатягивающихся гаек Муратов, впрочем, не уточнил Также в марте 23-го года Будет готова площадка Для строительства Производства сельхозоборудования Амкадор в Башкирии Это будет Амкадор Агидель В 23-м году также планируется Создать сервисный центр для техники Амкадор То, что касается МАЗа Создается в Башкирии предприятие По крупноузловой сборке автомобилей МАЗ Примерно к декабрю 24-го года По планам Муратова Обращайте внимание на даты Это уже совсем далеко Декабрь 24-го Трамвай Строительство новых трамвайных путей В Башкирии запланировано В 23-м году А также в 24-м году Будет закуплено 23 новых трамвая Первый пилотный трамвай Планируют запустить К тому самому форуму Который у нас случится Россия, Беларусь, 10-й и так далее Оптимизация трамвайных путей Соединение южно-северных частей Города Уфы Запланировано к 25-му году А к 26-му году Запланирована покупка Еще 50 белорусских трамваев После реконструкции рельсового полотна Действующей сети города Уфы Планируется приобретение Около 20 единиц подвижного состава А после полной реконструкции Планируется приобретение Еще 50 трамваев Также к июню месяца Мы хотим пилотно Один состав Один вагон предоставить На нашем мероприятии Троллейбусы Больная веселая тема В 23-м году Мы планируем закупить Внимание 229 троллейбусов МАЗ-216Т Вот как хотите Так и реагируйте на это 229 троллейбусов Также мы планируем Здесь в Башкирии Собирать минские Белорусские троллейбусы Для Пензы Новосибирска Новокузнецка И Братска А еще у нас появится За Урале Северный сервисный центр Автомобилей БелАЗ Которые используются в карьерах Едем дальше Нет, это не Балтимор Это не Токио И не Ганновер Это Минск Оптика В Башкирии будет создано Производство Совместное производство С Белоруссией По созданию Оптических приборов Для Министерства обороны Ну естественно Не уточняется Что за приборы Понятное дело Не бинокли Станки Дочернее Станкостроительное производство Будет создано Совместно С белорусскими товарищами И будет у нас В Башкирии Кластер станкостроения Катализаторы Но тут слава богу Мы впереди Белоруссия Катализаторы Мы планируем Поставлять С Ишимбайского Катализаторного завода В Белоруссию Трактора Те самые трактора Которые не задались У Муртеза Губайдуловича Очевидным образом Зададутся У Радио Фаритовича Сборка тракторов Белорусси Под маркой Фермер РБ-2018 Стартовала Уже с октября 2022 года И мы получили Пять машинокомплектов Правда не уточняется Собраны они В работающие трактора Или нет Не знаю Но тем не менее Впереди у нас Светлое будущее И трактора Белорусси Переименованные Фермер Будут собираться Тысячами В Республике Башкортостан В завершении Всего этого Великолепия Уже буквально Через пару месяцев Будет налажено Авиасообщение Между Уфой И Минском Ну как К весне 2023 года Чтобы обслуживать Вот этот вот Форум Тут поналетит Человек 150 белорусских Белорусских чиновников Поесть Учвачмак Соответственно Нам нужны Будут Самолеты Вот Собственно Можем Выдыхать Это только Краткое изложение Того великолепия Которое Пообещал нам Вице-премьер Муратов После того Как мы Наладили Взаимодействие С одной Единственной Но видимо Могущественной Страной Белоруссию Еще раз повторю Странно Что мы раньше Не замечали Этой чудесной Могущественной Страны У которой есть Все Оптика Станкостроение Транспорт Автобусы Троллейбусы Трамваи Грузовые Автомобили Ну все то Что мы не делаем У себя в России Делается в этой Самой загадочной Волшебной Белоруссии И стоило только Протянуть руку Дружбы туда Как к нам Сразу же скоро Хлынут Все вот эти вот Блага И все вот это Вот прекрасное Замечательное И несравненное Дух захватывает В общем Хабиров тоже Очень С удовольствием Выслушал Муратова Комментируя Авиаперелеты Из Уфы В Минск Хабиров Понимая Что собственно На самом деле Никто летать не будет Потребовал Чтобы в Минск Начали сразу же Возить детей На экскурсии Он говорит Там рядом с Минском Есть один концлагерь Вот там немцы Сжигали детей Вот туда нужно Наших башкир Детей обязательно Возить Чтобы они понимали Что немцы Делали с нашими детьми Как-то раньше же Наша страна Проявляла некое великодушие И многие вещи Не принято было Говорить даже А вот мы на обратном пути В Гомельской области Нас глава повез Говорит Давайте я вас заведу Памятник В Гомельской области В Гомельской области Это я не знаю Но вот такие вот Завиральные идеи Тут же постигли Дорогого Ради Фаридовича В голове у Хабирова Хабиров Хабиров Кстати говоря Характеризуя Вот эту идею Про Зубров Сказал Что это будет Интересно И полезно Ну интересно Безусловно будет А вот полезно Непонятно чем Завершая комментирование Доклада Муратова Хабиров потребовал Чтобы рейсов В Минск Из Уфы Самолетов Было непременно Больше чем Один В неделю То есть Как минимум Два В общем Тут тоже Как говорится Дух захватывает Вторым докладом Оперативного совещания Был доклад Министра здравоохранения Рахматулина Об эпидемиологической Обстановке Ну не могут они Отказаться От этой идеи От этой темы Видимо Как привыкли Никак Рахматуллин Доложил о том Что 347 1414 Суммарно Заболевшим Ковидом За неделю Прирост заболеваемости 502 человека Что на 40% Меньше чем За предыдущую неделю В стационарах Лечится 144 человека Амбулаторно 1101 Рахматуллин Отмечает Снижение Госпитализации По поводу Ковида Также он Отметил Что в Башкирии Уже 600 тысяч Переболевших Острым Респираторным Вирусными Инфекциями И за неделю Скорая помощь Совершила 21 900 Выездов К больным И 92% Выездов Скорой помощи Отдельно Отметил Рахматуллин Случилось За время Менее чем 20 минут Так За прошлую неделю Мы обслужили Службой скорой Более 21 21 тысячи Вызовов Из них 92,2% Обслужено С 20-минутным Доездом А вот еще Айрат Разифович Сообщил нам Одну Интересную Цифру Ну в общем Любитель цифр Которые Не всем Понятны Время от времени Мы некоторые Из них Расшифровываем Так вот Министр здравоохранения Республики Заявил Что на утро 23 января То есть понедельник Свободно было Внимание 66 тысяч Слотов Для записи К терапевту И педиатру По стаянию На 8 утра Свободно 66 тысяч Слотов Для записи К терапевту И педиатру Доклад окончен Предвосхищая разговоры О том Что невозможно Записаться к врачу Айрат Разифович Утверждает Что 66 тысяч Потенциальных Промежутков Приема Врачей В республике Башкортостан Свободны А вы Бестолковые Граждане Записаться Не можете 66 тысяч Приемов На данный момент К вашим услугам Вот это Утверждает Господин Рахматурин Обратите внимание После доклада Айрата Разифовича Сложилось впечатление Что абсолютно Все Проблемы Башкирского Здравоохранения Решены И причем Всего за одну неделю Ну Вскричите Вы тут же Нобелевскую В студию Или там Я не знаю Какую-нибудь Еще премию Или хотя бы Еще один орденок Вручите Этому министру А другие Спросят Ну как Как он смог С этим справиться Он же такой худенький Объясняю Все просто Ничего Тяжелого Поднимать Айрату Разифовичу Не пришлось В том числе И башкирскую Медицину Тоже Достаточно было Сделать вот такой Духоподъемный доклад Рассказать Радио Фаридовичу Что все хорошо Скорые помощи Ездят как угорелые По городу За 20 минут Доезжают В любую точку Республики Свободных мест На записи К врачам Просто завались 66 тысяч А никто не хочет Идти к врачу Обследоваться И не записывается То есть И все Радио Фаридович будет сидеть Улыбаться как кот И все будет замечательно То есть Не беспокойтесь За господина Рахматуллина Он не перетрудился Не надорвался И за неделю В собственном сознании В сознании Хабирова Полностью реформировал Медицину Республики Башкортостан А собственно Что им еще нужно? На этой неделе На оперативке Решили вообще Не говорить О проблемах Жилищно-коммунального Хозяйства Потому что Да ну его нафиг вообще Все везде лопается Ломается Взрывается Вода отключается Полный подвал Кипятка Ну неужели Об этом можно говорить С Радио Хабирова Ну он же расстроится Он же начнет кричать Шуметь И топать ножками А возможно Там будет искать Виноватых Нет Говорим о другом В этот раз Устроили Такой видеомост Елену Прочаковскую Заслали Куда-то там Значит На край Уфы Дали ей камеру И микрофон Одели ее В теплую куртку И она оттуда Рассказала Как же Героически решена Проблема Автобусных перевозок В поселках Спутниках Уфы Говорила Елена Анатольевна Очень невнятно И было непонятно В какой деревне Она находится То ли Бурцево То ли Бурятцево Что-то такое Она буркнула Буквально Но уточнила Что это рядом С Шамонина Мы сейчас находимся В деревне Бурцево Уфимского района Недалеко от деревни Шамонина И скажу Что именно отсюда Было очень много Обращений жителей Особенно В середине В начале декабря Еще прошлого года И вот рассказала Елена Анатольевна Просто чудесную историю Ну Люди Оттуда Вот из этого Неизвестного места Где находилась Прочаковская Они Как она сказала Массово Жаловались Что автобусы Там не ходят Карту Алга Они не берут И теперь вот Теперь После того Как мгновенно Заменили Перевозчика На этих маршрутах Кстати говоря Как это получилось По закону Непонятно Все стало прекрасно Елена Анатольевна Бегала по снегу Вдоль дороги И восхищалась Тем Как вообще Замечательно Живется здесь людям Утверждала Что автобусы Ходят с периодичностью Не реже Чем 30 минут Здесь вот Мы с моими коллегами Около часу На этой остановке Проехало Три автобуса И туда И обратно Туда В сторону Конечной остановки А обратно В сторону Уфы Восхищалась Ободранной И обоссанной Простите Бетонной остановкой А особенно Восхитилась Елена Анатольевна Бумажкой Которая была Приклеена На скотч К этой бетонной Остановке Она утверждала Что это расписание Представляете Расписание автобусов На остановке Мы находимся Здесь У Гурцева Появилось Расписание Пока такое Еще конечно Расписание Не очень солидное Но главное Что оно Уже есть И тут Какое-то Случилось Значит Счастливое Событие Прям совпадение Подъезжает Чистый Умытый Автобус Из него Выходят Два Улыбчивых Пассажира Подмигивают Елене Анатольевне И уходят Куда-то вдаль Автобусы Современные Хорошие Кстати Сейчас Подъезжает Автобус Большое Совпадение Народу Мало Потому что Это будний день Рабочее Время Здесь Сейчас Как и во многих Других местах Утром И вечером Сколько человек Выйдет Один Два Человека Карту Олга Принимают Все водители Прочаковская Ехитно Отметила Что не больно Нужны Автобусы Этим Жителям В этой Непонятной Деревне Бурцево Или Буйцево Потому что Всего два Человека Приехали На автобусе И да и те Ее сотрудники В общем Складывалось Впечатление Что Высадилась Из своего Теплого Джипа Прочаковская В эту Заснеженную Деревню И стало Там все Хорошо Ладно Бы так Но После Вот Даже Этой Оперативки Которую Смотрит Не так Уж Много Жителей Республики Например Мне Лично На почту Пришло Сразу Несколько Гневных Сообщений О том Что Все это Возмутительное Вранье Что Не ходят Там Автобусы Каждые 30 минут А значительно Больше Интервала В общем Прочаковская Явила нам Очередной Пример Вот этого Агитационного Вранья И в целом Картина Довольно Хорошая Мы рады Этим Переменам Есть над чем Работать Но Движения Очень хорошие Правда Хватило ей Ума на то Чтобы не говорить В какой деревне Она снимала Этот репортаж Потому что Иначе Как говорится Может прилететь Но Настойчивые Разговоры О том Что Елену Анатольевну Сплавляют Работать В телекомпанию Вся Уфа Ходят По медийной Тусовке Столицы Нашей Республики Честно говоря Это было бы неплохо Мне кажется Не то чтобы Ей там самое место Самое место У нее На рынке Торговать шторами Но По крайней мере Будет поменьше От нее Шума Гаммы И вот этой Истерики Которую она Нагнетает Рядом с Хабировым Может быть Оно как-то Будет поспокойнее Но в общем Вот этот репортаж Из неизвестно Какой деревни Про прекрасное Автотранспортное Снабжение Был конечно Возмутительным Следующим На ту же самую Тему На экран Был вызван Глава Уфимского района Угаров Вилорий Петрович Который рассказал Что весь месяц Он занимался Только пассажирскими Перевозками Ну Оно и понятно Значит Мы вот По всей Этот месяц Полностью Занимались Пассажирскими Перевозками Суть По тому Как в Уфимском районе Рвались Трубопроводы И отключался Свет Вилорий Петрович Больше ничем Не занимался Только 38 маршрутами В Уфимском районе За которые Кстати говоря Граждане Платят По проезду От 29 До 118 Рублей Вилорий Угаров С недоумением Констатировал Что карты Алга В Уфимском районе Пользуются Только пенсионеры И студенты Остальных Не заставишь Но он все равно Приложит к этому Все мыслимые И немыслимые Усилия Карты Алга В основном У пенсионеров И у студентов Хабиров Выслушав Вот эти вот Все Виртуальные успехи Парчаковской В деревне Сообщил Что Проблему мы сбили Как он выразился Люди пишут Слова благодарности Поток разжалов был Молодцы Что Видимо отреагировали Люди сейчас Пишут слова Кстати благодарности Ну вот Хотите верьте Хотите нет Почему-то одни люди Пишут Хабирову Слова благодарности А другие мне Зачем-то пишут о том Что На самом деле Никаких 30-ти минутных Интервалов Не существует Вот нам бы С Радием Фаритовичем Поменяться бы людьми Пускай бы Его люди писали Мне благодарности А ему Про 30-ти минутные интервалы Ну Хабиров настаивает На том Что проблема решена А также Он мечтает О том Чтобы по Уфинскому району Ездили Не смеетесь Пожалуйста Автобусы МАЗа То есть Ну его заклинило На этой белорусской технике И он Всем вот этого Добра желает Теперь Завершили Завершили оперативное совещание Бравурным докладом О росте и процветании Малого и среднего предпринимательства В республике Башкортостан Делал доклад Министр туризма И малого предпринимательства Авзалов Рустем Ахмед Каримович Это который вот тот С экстрементами Бывший мэр Сибая Сообщил нам Рустем Ахмед Каримович О том Что 25% занятых В регионе Работают В субъектах Малого и среднего предпринимательства Это много Четверть Работающих Работают в МСП Рост количества Субъектов Малого и среднего бизнеса То есть Предприятий Малого предпринимательства В Башкирии В этом году Был скромным Но имеется В 22-м году Всего 1000 единиц Прибавилось К общему количеству И всего У нас 128 тысяч Субъектов Малого и среднего бизнеса Ну Среди 128 тысяч 1 тысяча Прирост Это конечно Очень немного Меньше 1% Но тем не менее Башкирия Занимает Третье место В ПФО И 11 место В Российской Федерации Численность занятых В сфере Малого и среднего предпринимательства По оценочным данным Превысила 572 тысячи работников Это на 11,6% Выше показателя 21-го года 572 человека Занято В системе Малого и среднего предпринимательства Вот Немножко цифры Не бьются Конечно У нас Нет работающих 2 миллиона человек В республике Башкортостан И тут Конечно Рустам Ахмед Каримович Немножко накрутил Себе данных Ну Просто соотнося 25% Занятых И 572 тысячи работающих Соответственно Мы можем сделать вывод Что У нас 2 миллиона с лишним Работающих В республике Башкортостан А это не так Также Господин Авзалов Утверждает Что 37% Субъектов Малого и среднего предпринимательства Это торговля Ну Тут мы верим Действительно В основном Торгуют Авзалов Утверждает Что в 2022 году Произошел Рост Аж на 20% Сбора налогов С малого и среднего Предпринимательства В целом И эта цифра Составила 14,8 миллиарда рублей Налоговых поступлений Против 12,3 миллиарда рублей В 2021 году То есть Прирост 2,5 миллиарда Но Авзалов Было вынуждено Говориться Что Из этих 2,5 миллиардов рублей Почти миллиард рублей Пришлось Датировать Малому и среднему Бизнесу Чтобы он только Выживал Своей задачей На 2023 год Авзалов Видит скромное Увеличение На 1,5% Численности Субъектов Малого и среднего Предпринимательства До 130 тысяч Единиц Ну Собственно Доклад этот Был Прямо скажем Ни о чем Потому что Цифры Многие не бились Многие не характеризовали Состояние Истинного В малом и среднем Бизнесе А те Кто в нем Заняты Сейчас Прекрасно Видят Как это все Устроено На самом деле И как это Работает в республике Насколько сложно И плохо с этим Авзалов Тактично Умолчал О количестве Закрывшихся Субъектов Малого и среднего Предпринимательства В республике Башкортостан А речь идет О нескольких Десятках Тысяч Субъектов Понятное дело Что Понаткрывали ИПшек Но Тут еще есть Одна лукавая Уловка Авзалов Вот в эти 128 тысяч Субъектов Малого предпринимательства Включил Еще и Самозанятых Вот в чем дело А самозанятые Это те Кто Добровольно Или принудительно Себя так поименовал И добровольно Платит государству Налоги Как Самозанятые Но вовсе Не ИПшник И вовсе Не ОООшник В общем Тут конечно Проглядывается Очевидная Манипуляция Цифрами И терминами Однозначно И очевидно То что Малый и средний Бизнес В Башкирии Как и по всей России Умирает Это общая Тенденция Просто где-то Это происходит Быстрее Где-то Медленнее Очевидно Что государству Не нужны Богатые Процветающие И независимые Коммерсанты И бизнесмены Государству Нужны Нищие Зависимые Сидящие На игле Бюджета Граждане Которые Будут согласны С любым Решением С любым Актом Насилия Принуждения И прочее Потому что Впереди Этих актов У нас еще Тьма тьмущая Соответственно Избавляться От малого И среднего Бизнеса Это только В интересах Нынешнего Режима У нас Есть крупные Компании Которыми Очень просто Управлять И на которые Очень просто Влиять Их не так Уж и много Соответственно Не так хлопотно Субъектов Малого И среднего Предпринимательства У которых Еще у каждого Свои тараканы В голове В общем Конечно Честно говоря Я Авзалову Не верю Не знаю Как вы Это дело ваше Но у меня Честно говоря Не вызвало Ощущение Правдоподобности Его доклад Чего не скажешь О дорогом Раде Фаритовиче Раде Фаритовичу Понравился Доклад Авзалова Он вообще К нему благоволит Нравится ему Этот пухляш В общем Хабиров Сказал так Спасибо большое Это значит Мы правильно идем Куда правильно идет Раде Фаритович Зачем идет правильно Раде Фаритович Так и осталось Неизвестно Завершил Оперативное совещание Раде Фаритович Неожиданным поручением Он поручил Толкачеву Взять Двух Кураистов И втроем Отправиться 10 февраля В Гомель В Белоруссию На юбилей Гомельской области Вот Ксения Борисович Мы с ним проговорили Возглавит официальную делегацию Республики Башкорстан В Гомельской области У них юбилей Прошу поехать туда Это 10 февраля По-моему 10 февраля Там Однажды Дайте пару Артистов Там пару Тройку Посмотрите Чтобы и музыка Курая была Вот это все Отработайте Ладно Чтобы еще Подарок Такой музыкальный Как говорится И прошу Возглавить Делегацию Поехать Ладно Андрей Ганс Ну С Кураистами Все понятно Но за что Толкачева Хабиров Весь этот перформанс Назвал Музыкальным Подарком К юбилею То есть Вот он взял Такой И подарил Толкачева И двух Кураистов Жителям Гомельской области Щедро Щедро Конечно В общем Ну Просто как-то Немножко унизительно Это выглядело Вообще Хабиров По-моему Ну Не упускает Возможности Поглумиться Над стариком Пометуя О тех Унижениях Которые Доставил Толкачев Хабиров В 2008 Году Когда его Выгоняли Из партии Когда Толкачев Требовал Посадить Хабирова И в итоге Чего Пришлось Хабирову Бежать из Республики В багажнике Автомобиля В общем Я чувствую Что Иногда В Хабирове Поднимается Эта волна Мстительности И вот он Значит Присоединяет К Толкачеву Двух Ребят С Дудочками И отправляет Эту теплую Компанию В Гомель Ну Смешно Но так Вот оно И есть Редактор субтитров Корректор А.Егорова